всем привет друзья с вами корвид и мы находимся в сабнаутике и я попал в одну интересную локацию одно интересное место я отправился на поиски яиц существ я не знаю что это такое точнее уже знаю но на момент когда отправлялся я не знал с помощью сканера с помощью базы сканера я просканировал нашел эти яйца вот и отправился на их поиски там как оказалось одно гнездо в котором лежали яйца вот этих вот морских обезьян я это гнездо разграбил яйца забрал и решил что ну наверное будет интересно вместе с вами поснимать потому что ну во первых я не знаю что такое что с ними делать во вторых ну возможно вам тоже будет интересно посмотреть на всю эту процедуру поимки поимки не знаю маленьких обезьян не за может быть мы их потом будем выращивать было бы прикольно вот в общем то сейчас мы как раз таки туда отправляемся я уже подплыл и у нас осталось одно гнездо но находится по моему ну нас насколько я понял она находится где-то вот здесь пониже вот здесь по моему да она находится сейчас посмотрим да я думаю что примерно в той стороне вот он вот она красиво наше гнездо здесь плавают правда эти морские обезьяны я не знаю как они от отреагируют на то что я буду сейчас их не гнездо грабить так во первых его на доска отсканировать вот таким вот образом ультра high capacity танк а по моему мне открылся ну я понял короче чуть-чуть и надо уйди от меня чуть-чуть и надо уйди от меня говно вот эту штуку я ломал и забирал яйца об об так он должна меня не агрессирует ему абсолютно пофигу все забираем два яйца получается я в одном нашел два яйца и во втором нашел два яйца вот это по моему не собирается хотя в первой части вот это растение оно было лутаемо это кровоточащие эти кровоточащие стебли короче только только тут они почему-то светятся оранжевыми в первой части они светились красным да они были такие как на вид как кровь о а тут чё такое это чё такое что за фалос здесь просто гигантский фалос и все или это просто кусок какого-то я даже не знаю чего но здесь просто обычно такая вот территория тут по сути ничего вообще нет ладно выплываем отсюда воплывем теперь обратно прием обратно где как как где блин я забыл где здесь был вход где выход по моему отсюда я пришел нет подожди я пришел не отсюда вам я пришел как раз таки наоборот я пришел где-то вот отсюда по моему да 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 вот отсюда мы пришли с вами на отлично я хочу еще раз попробовать точно ли вот эти штуки не добываются. Ну, по-моему, нет. Не. Никак. Абсолютно. Абсолютно никак. Все. Хорошо. Теперь надо отсюда выбираться. Приплыл я по всей видимости. Я даже не помню, откуда я здесь... Откуда я сюда приплыл-то? Ёптеть. Так. Сейчас, ребята, я вам все расскажу. Очень много... Очень много всего интересного произошло вне записи. Ага. Вот оно было первое, получается, гнездо, которое я нашел. Я, по-моему, приплыл вот от... Что ж такое-то? Приплыл вот отсюда. Где-то вот здесь вот я забирался. Вот как-то так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Проходи. Все. Проходим. Отлично. Сейчас тогда я, ребята, отправлюсь на базу. А, хотя здесь база, по-моему, где-то находится рядышком, да? Где? Вон она. 250 метров всего лишь. Я базу переделал, перестроил. Сейчас я вам ее покажу. Она теперь выглядит офигенно. Она теперь стала у меня здоровая. Я много чего там понаделал. Отправлялся на поиски ресурсов. Также с помощью сканера. Сканер, как оказалось, офигенная тема. Она мне... Сканер мне показал, где находится лид, где находятся все остальные ресурсы. Вот. Сейчас я вам все покажу. Все у меня теперь красиво. Вот такая вот у меня теперь база. Выглядит она. Вот так она фиолетового цвета. Сейчас это плохо видно. Командный центр. Ну, вот здесь у меня находится... Здесь находится сканер. Все дела. Все красиво. Все у нас хорошо. Там у нас док. Здесь у меня стоят, получается, фундаменты. Вот. А та база, которая была у нас самая первая, я ее сломал. Причем, после нее я построил еще одну базу. Вот здесь вот она была. Вот. Но так как я ее построил неправильно, мне ее тоже пришлось сломать. И в итоге я уже построил финальную базу, последнюю, завершающую на вот этом вот месте. Единственная проблема, это, конечно же, в энергии. Так как у меня энергию произносят только... Только лишь солнечные батареи. Ночью энергии на базе нет. Поэтому пользоваться базой ночью невозможно. Вот. Ну, я думаю, что будем эту проблему потихоньку решать. В целом, база получилась у меня отличная. Два вот этих нижних яруса я пока не использую. То есть, они есть, но они и так чисто условно есть. Вот. На будущее я планирую в одной из этих сделать комнату, а в другой, наверное, будет большой склад. Как-то так все это будет происходить. Вот. Сейчас тогда нужно, наверное, приплыть вот сюда, отремонтироваться, потому что 67% это, ну, такое. И надо посмотреть, что же там мне теперь делать с этими яйцами. Для чего они вообще нужны. Ну, я думаю, что... Я примерно знаю, для чего. Сейчас нужно будет посмотреть, попробовать. Вот они, вот они. Яйца. 7... 7 monkey egg. Вот. Скорее всего, для них нужен аквариум. Аквариум либо делать... Блин, постоянно... Постоянно выключается ток. Это немножко напрягает. Куда ты? Ой, какой ты грузовой, чувак. Как ты можешь так грузить меня? Так, ладно. Давай мы сейчас эту тему починим. Единственное, что сканер не видит почему-то, я не знаю почему, он не находит мне литиум. Вообще. То есть его как будто на карте нету. Причем я сканер улучшил, сделал, чтобы он смог сканировать довольно далеко. Да что ж такое-то. И все равно никакого литиума я найти, к сожалению, не могу. Если мы сейчас посмотрим. Сейчас, по-моему... А, нет. Сейчас он настроен как раз таки... Ее улыбал. Сейчас он настроен как раз таки на яйца. О, смотрю. Там что-то есть. Я, может быть, что-то не забрал? Да нет, я там на самом деле все забрал. Иногда сканер глючит. Он мне показывает... Ну, допустим, если поставить... Если поставить дата... Где это дата? Датабокс, да? Он мне покажет сейчас два дата... О, три датабокса. А это что такое? А вот этот я не видел. А вот этот датабокс я не видел. Он где-то на суше, по-моему, лежит. Он не под водой. Или под водой? Хм, непонятно. Ладно. В общем... Вот эти два датабокса, которые находятся здесь... Они уже мной заюзаны. То есть их там нету. Но на карте они почему-то отображаются. Я не знаю почему. Вот. И также, допустим, если я поставлю здесь на поиски литиум... Ой, подожди, тихо. Не магнетит. Литиум. Вот. Его вообще нет на карте. Ни одного. Абсолютно ни одного. Хотя я примерно знаю, что он должен быть... Ну, где-то вот в этом вот районе. Вот. И, скорее всего, он там есть. Только, возможно, это же опять глюк. И литиум почему-то не отображается на карте. Если мы, допустим, выберем, не знаю, магнетит. Да? Вот. Его здесь видно. То есть прямо на самом-самом краю один магнетит подсвечивается. Но на самом деле его гораздо больше. И он есть как минимум... Как минимум где-то... Где-то получается в области... Сейчас я скажу, где-то, где-то, где-то... Где-то, короче, здесь вот он есть... А, ну да, вот. Здесь, получается, большая дыра между скалами. Вот здесь идет. И вот здесь вот его как раз-таки много. То есть у меня, получается, сканер не бьет дальше, чем... Дальше, чем остров. Я понял, значит, мне нужно построить еще один сканер. Построить его поближе к острову. Ну, то есть вот к этому ракетному. И оттуда уже так же начинать сканировать. То есть перекинуть, наверное, все модули на другой сканер. И начать там сканировать. Ладненько. Тогда пока мы со сканером завяжем. Я сделал себе вот такое вот хранилище для ресурсов. Здесь же у меня и крафт. И хранилище для ресурсов. Трава, здесь всякий хлам, стекло, магнетит сера, медь, титан, золото, серебро и литиум элит. Вот, чтобы было удобно всю эту тему распаковывать. Но для вот этого мне по-любому будут нужны вот такие аквариумы. Вот, гигантские. Либо, либо, вполне возможно, сойдет. И вот эта вот штука. Где она у меня находится? Вот она. Вот этот вот. Ситрак аквариум модуль. Вполне возможно, что пойдет и он. Но это не точно. Плюс так же, ребят, вне записи я немножко попутешествовал и нашел какие-то интересные особенности. Во-первых, я нашел новые модули. Вот этот вот Ситрак докинг модуль. Это модуль, про который я рассказывал на прошлом выпуске, кажется, когда, в общем, ты к нему можешь прицеплять краба сзади. То есть, этот модуль ставится в самом хвосте грузовика и ты можешь на него цеплять краба. Краба у меня пока нету, поэтому его скрафтить мы не можем и я не вижу никакого смысла пока что в этом модуле. Ну вот. И вот такой вот модуль. Ситрак слипер модуль. Изображения его нет. Я не знаю, будет ли он крафтиться, но я его скрафтить планирую. Насколько я понял, ну здесь, по крайней мере, написано, что, типа, сделайте свой грузовик больше похожим на дом. Скорее всего, это какой-то тоже кузов, в котором стоит кровать, возможно, какие-то цветы, я не знаю, окно. Ну, то есть такая, как, знаете, мини-комната в каком-нибудь хостеле, типа того. Вот. Ну и, в принципе, по-моему, все. По-моему, из модулей я больше ничего не... А, и я нашел еще такой бустер-танк. Офигенная вещь. То есть она, получается, дает кислороду столько же, сколько вот этот. Ну, то есть улучшенный кислородный баллон. Вот. Но появляется возможность шифтовать. То есть когда вы нажимаете на шифт, персонаж ускоряется, но тратится кислород. Вот такая вот прикольная штука. И я только что нашел вот эту штуку. Ультра-хайт-капасити танк. То есть я могу, получается, еще больше себе сделать кислорода, но мне надо для этого 4 литиума. А литиума у меня нет. Нет, он у меня есть. Он у меня есть. Но его, по-моему, как раз 4 штуки у меня осталось. Даже 3. Даже 3. Видишь? То есть мне не хватит. Мне в любом случае нужно отправляться за литиумом. Мне нужно строить еще одну вот такую вот базу для сканирования. Назовем ее так. Питать ее. И оттуда начинать сканировать уже область, которая находится, ну вот, ближе к острову. Вот. То есть где-то там мне нужно будет ее строить, эту базу. И оттуда начинать непосредственно сканирование другой территории. Пока я еще здесь. Пока я еще не ушел. Значит, определился с тем, что мне нужно покушать. Попить водички. И... Вот так. И я заметил, что у меня фактически хватает ресурсов для того, чтобы... Так, сейчас я вот этих тоже поймаю. Эть, иди сюда, рыба вонючая. Иди, 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 иди сюда. Вот. У меня хватает ресурсов, чтобы сделать 2 новых модуля. Давай мы их сейчас сделаем и посмотрим, что это вообще такое. Я сейчас сделаю аквариум, посмотрю на него. Вот он у нас, аквариум. И вот этот слипер-модуль тоже сделаем, посмотрим. Я еще могу сделать еще один склад, но нет. Но нет. Делаем аквариум. Насколько он будет кайфовый. Я думаю, что это будет прикольная штука. Как он, правда, будет работать, я не знаю. Можно будет его оставить, если что, возле базы. By Denge. Вот. И второй делаем. Второй делаем вот этот. Иконки у него нету. Я надеюсь, игру сейчас не заглючит. Ну, вроде бы все нормально. Вроде бы делается. Давай смотреть. Ну, вот так вот, значит, у нас выглядит аквариум. Чего-то он какой-то темный. В нем как будто нету энергии или типа того. Ладно, давай сейчас мы сядем тогда. Это наш грузовик. И подцепим эти два новых модуля. Посмотрим, что они из себя представляют. Опять забыл фары выключить. Прыгаем. А потом тогда уже, ребята, отправимся на поиски. На поиски места. Так. А, по-моему, с этой стороны, да? Цепляться. Я уже опять забыл. Я уже опять забыл, с какой стороны, блин, цепляться. Так. Что-то я куда-то вообще уплыл. Не туда совершенно. Нет, видимо, не с этой стороны. Видимо, с другой стороны. Ага, один есть. Так, и второй. Второй, я думаю, так же, наверное, да? Цепляется. Где он, где он, где он? Я его не вижу. Где он? Где ты? Ага. Так, цепляем второй модуль. Очень интересно, ребята, узнать, что это за модули вообще. Что они из себя представляют. Насколько они кайфовы. Насколько они интересны. Погнали смотреть. Итак. Воу. Воу. Это что такое? Музыка? Опа. Опа. Здесь можно отображать свои скриншоты. У меня их нету, к сожалению. Ф-11 для того, чтобы сделать скриншот. Ну-ка, давай сейчас сделаем какой-нибудь скриншотик. Не знаю. Вот так давай сделаем. Ф-11. Ну-ка. Вот, появился. О, классно. Так, загрузить. О-о-о. Кайфово, кайфово. То есть можно, допустим, сфоткать там рыбку или что-нибудь типа того. Так, давай сейчас сделаю потише. А то он орёт. Вот. Можно музычку, да. Можно поспать, смотри, лечь. Я не знаю, зачем здесь спать. А, может быть он спит до утра? Типа, чтобы поспать ночь. Да, смотри, я, получается, лёг ночью и проснулся уже утро. Видишь, как всё у нас хорошо. А, интересно, я хочу после этого ещё кушать или нет? Кушать или пить? И вот у нас аквариум. Значит, вот так вот он выглядит. Open hair. Открывать здесь. К сожалению, яйца сюда закладывать не получается. А здесь? Здесь тоже. А рыбу? А вот. Я могу сюда заложить рыбу. И что? А-а-а. А-а-а. О-о-о, ну чё, смотри. То есть, это... Я понял. Я тебе сейчас объясню. Я думал, что это аквариум, да. То есть, здесь вот это всё пространство у нас находится в воде. То есть, мы можем здесь, допустим, поплавать с рыбками. Оказывается, нет. Оказывается, тут в стенках у нас аквариум. Блин, ну это сделано прям офигенно. Так, круто. Единственное, что я туда не могу вот эти яйца скинуть. Видимо, для них нужно какое-то другое место. Switch to container. Видишь? Не влазит. Вполне возможно, что нужно сделать именно аквариум, который... Конечно, всё здорово. Но давай мы пока поставим на паузу. Скорее всего, нужно сделать аквариум именно, чтобы он был на базе, получается, стоял. Вот. Там нужно очень много стекла. Поэтому я тогда сделаю это уже, когда у меня будет побольше ресурсов. А так, в принципе, прикольно. Вот эта комнатка, да. То есть, можно поспать. Как бы все дела. Здорово, здорово. Если сделать ещё один модуль. Поставить на грузовик. Вот этот вот. То вполне возможно, что я смогу спокойно перетаскивать все эти модули. А ну-ка, если я, допустим, подсоединю сейчас к вот этим, к своим старым модулям. У меня получится вообще длинная-длинная колбаса, да. Ну-ка. Так, сюда. Сюда. О! О-хо-хо-хо. Четыре кабины. Ну, по скорости. Ну, не быстрый. Не быстрый. Но в целом норм. То есть, то, что он тянет за собой четыре модуля, это в целом норм. Вот тебе, пожалуйста, все мои модули. Все они расположены офигенно круто. Непонятно, правда, почему не закрываются двери между ними. Но, возможно, это так задумано. Не знаю. Вот так вот всё это дело выглядит со стороны. Красиво. Рыбки плавают. Я имею в виду те рыбки, которых я там выпустил. Они там все плавают. Можно сделать там целый зоопарк, по сути. Вот. В целом всё выглядит очень круто. То есть, получается, такая у нас... Такой мини-поезд, да? Ну, я думаю, что когда у нас будет штук шесть-семь модулей, то наш грузовик уже будет реально похож на поезд. Пока что, пока что это ещё... Ну, это такой, знаешь, уже большой грузовик. Его можно назвать таким. А я могу с улицы? Нет? Нет. С улицы я рыб закидывать туда не могу. Давай-ка мы, наверное, сейчас немножко половим рыб. А, ну и да. В принципе, я тогда уже всё, да? То есть, я сейчас... Ещё рыба. Я тогда сейчас, наверное, займусь, ребят, немножко рыбалкой. Вот. И уже когда насобираю все ресурсы для того, чтобы отправиться на строительство... Эть! Вот так. На строительство новой базы со сканированием. Вот. Мы уже тогда оттуда с вами и продолжим. Продолжаем, ребят, прямое включение сабнаутики. Я до сих пор ещё не отправился. Я решил, что всё-таки построю аквариум у нас на базе. Собрал сейчас все ресурсы. Сейчас будем его строить. Я не знаю, влезут ли туда яйца или нет. Сейчас будем на всё это дело смотреть. Во-первых, надо переключиться. Забрать. Получается, я забрал уже. Идём здесь, сделаем стёкла. Мне нужно пять вот таких стёкол. Я, на самом деле, думал, что там нужны стёкла улучшенные. Но нет. Здесь нужны стёкла обычные. А для них всего лишь нужен кварц. Кварц я пособирал. Поэтому сейчас тогда замутим большой аквариум. Я надеюсь, что яйца туда залазят. Если нет, тогда придётся... Ну, скорее всего, значит, они будут залазить в какой-нибудь инкубатор или типа того. Итак, сколько я уже сделал? Пять-шесть, да? Я даже шесть сделал. Афигеть. Так, берём аквариум. Вот он у нас. Готов строить. Я его буду вот здесь внизу. Я уже сделал лестницу. И-и-и-и-и-и строим аквариум. Вот так вот. То есть он строится, получается, у нас на всю комнату. Охренеть. Здоровенный. Просто гигантский. No power. А. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Да. Было такое у меня уже случалось. У меня все батарейки уже разряжены. Я даже не знаю, есть ли у меня, остались ли батареи. Есть, да, одна. Отлично. Батарейки нужно заряжать, блин. Вот так вот. Погнали. Так. Нужно будет перед отплывом. Вот. Вот так вот это красиво выглядит. И как сюда закинуть теперь всё остальное? А. Я не понял. А. Воу. Вот это выглядит очень круто. А как туда загрузить животных-то? Тут, видимо, где-то должен быть какой-то контейнер или типа того. Нет. Тут нету никаких контейнеров. А как мне туда рыб скинуть-то? Э. Кто-нибудь скажите, пожалуйста. Может быть, оно туда не скидывается? Блин. Оно, скорее всего, туда не скидывается. То есть здесь просто такая фауна и всё. Ну, по крайней мере, никакого взаимодействия здесь я не вижу. Я не могу туда ничего скинуть. Я не могу туда никак попасть. Нету никаких люков, отверстий и всего-всего вот такого. Вот. Не знаю. Может быть, здесь можно построить какой-то специальный люк. Нет. Ну, это было бы глупо. Это было бы глупо. Подожди. О. Ха-ха-ха. Это не глупо. Ну, можно поставить. Ну-ка. Опача. Так. Вот. И здесь я уже могу что-то творить. Нет. Всё равно. А, я могу дропнуть. Но он же, наверное, здесь погибнет. Или нет? Да нет, вроде бы. Смотри. Вроде как живой. Погибнут они здесь или нет? Ну, они вроде как живые. Ладно, давай я на всякий случай одно, наверное, возьму. Остальные оставлю здесь. Вот. Как-то так. Посмотрим, что из этого получится. Ладненько, ребят. Всё. Вот теперь уже точно. Вот теперь уже точно я отправляюсь на поиски ресурсов для строительства. Для строительства ещё одной камеры. Для, я имею в виду, для поиска Лида где-нибудь вот там вот возле, возле острова. И мы уже тогда оттуда с вами и продолжим. Итак, друзья. В принципе, ресурсов я насобирал. Единственное, что может быть, мне не хватит. А где? А, фу, господи. Думал, я думал, уже угнали. В принципе, ресурсов мне хватит. Единственное, может не хватить кварца. Но я думаю, что если что, его там собрать будет вполне себе реально. Отправимся с полным амундированием со всем, что у меня есть. Ой, как ты медленно едешь, друг. Ой, как ты медленно едешь. Хорошо, что у меня есть дополнительный двигатель. Ко мне нужно не в ту сторону, мне нужно вот туда. Я попробую сначала построить на суше, если получится. То есть, прям там, где у нас находится ракетная эта фиговина. Если получится построить там, это будет хорошо. Если не получится, ну, значит, будем строить где-нибудь рядом. Ой, это будет, видимо, долго. Это будет долго. А, ну, хотя там 360, это прям до ракеты. Это не до острова. Остров будет гораздо, гораздо раньше. Ну, я вообще думаю, что со строительством проблем не будет. Построить мне ее нужно для того, чтобы я смог просканировать и найти литиум. Литиум нужен будет в дальнейшем для построек много чего. Он, в принципе, и сейчас мне тоже нужен для постройки модулей. Вот, но здесь, кстати, ползает краб. Он, в принципе, безобиден, если ты к нему не подходишь прям впритык. Поэтому я и не хочу строить базу на открытой местности. Я боюсь этого краба. Поэтому сначала я хочу попробовать построиться именно на острове, если получится. Если нет, тогда где-нибудь возле острова. Потому что, насколько я понял, краб возле острова прям не ходит. Прям возле острова он не тусуется. Ооо, вот видишь, вот такие вот всякие здесь друзья тоже плавают. Но они, по-моему, не атакуют мой грузовик, если он стоит просто так без меня. А вот на базу, на базу, они вполне могут и атаковать меня. Э, залази. Не понял? А, все, понял. Давай сейчас вот так. Э, а че ты? Че с тобой не так, чувак? Запрыгивай. Эээ, может быть здесь где-то лестница есть? А почему он не хочет туда залазить? О, тю. Так. Датапад здесь почему-то валяет. Карго, ситрак, че? Я что-то новое, что ли, открыл? А ну-ка, подожди. А ну-ка, подожди. Я, кстати, хочу есть. Надо сейчас покушать. Да, вроде нет. Вроде ничего нового нету. Все по-старому. Так. Вообще здесь есть деревья, на которых растут ягоды. Но я не знаю, они где-то здесь находятся или... По-моему, вот здесь. Да, вон оно. Вон оно. Единственное, к этому глазу надо рядышком... Ой, как холодно здесь. Ой-ой-ой, я, кажись, замерзаю. Я, кажись, замерзаю. Надо было отсюда, наверное, свалить. Так, здесь серо. Ладно, давай сейчас попробую. Можно ли здесь построиться? Чтоб я уже знал на 100%. Да, в принципе, здесь построиться можно. Я думаю, что здесь мы тогда и будем строить ее. Нашу базу. А куда ты пропала? Подожди. Куда пропала база? Блин, да в чем дело? Вот. Единственное, строится она как-то... Во-во-во-во-во-во. Что-то холодно тут, слушай. Прям дико холодно. Вот так. Вот так норм, да? Все равно... Все равно почему-то холодно. А, нет, все. Норм. Может быть, где-то построится прям вот здесь. Вот прям рядышком со входом. Где-нибудь. Где-нибудь. Где-нибудь вот здесь, может быть? Давай попробуем. Не знаю, что из этого получится. Слишком холодно там на улице. Так. Ты не будешь ломаться? Да вроде бы нет. Вроде бы она не ломается. Хорошо. Так, теперь делаем вход в нее. Вход у нас будет вот здесь. Воу. Все. И нужно будет ее запитать. Сначала я сделаю покушать. Потому что персонаж у меня очень хочет есть. Очень хочет пить. Рыбы. Рыбы, рыбы, рыбы. Забираем отсюда несколько рыб. На попить и на поесть. На попить и на поесть. Нужно будет потом рыбешками тоже запастись. Все, давай сейчас мы сейчас по-быстрому все это дело приготовим. Попьем, поедим. Построим солнечные батареи. Активируем. Ай, блин, я забыл. Я забыл модули, по-моему, забрать. Ну, может быть, здесь получится и без модулей. Найти этот литиум. В принципе, мы находимся довольно близко к месту, где находится литиум. Так что, может быть, все будет норм. Кушаем, пьем. Все, отлично. У нас все хорошо. Идем сюда. И теперь, 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 теперь мне надо солнечные батареи воткнуть наверх. Туда, на крышу. Надо воткнуть солнечные батареи. Блин, а я на крышу... Ладно. План Б. Идем сюда. Идем сюда. И попробуем сейчас поставить солнечную батарею отсюда. Отсюда все должно получиться. Вот, отлично. А, чего? А чего мне не хватает, я не понял? Кварца, что ли? Кварца, блин, не хватает. Я так и знал, что мне одного кварца не хватит. Еолки-матрелки. А я не знаю, здесь, по-моему, кварца нету нигде. Здесь есть золото точно. А вот что касается кварца, я даже фиг знает. По-моему, его тут нет. Он есть там чуть дальше. Придется, наверное, туда тогда, ребят, сплавать. Придется сплавать чуть дальше, его поискать. Отсоединяемся и поплыли. Чтобы было быстрее. Так. Вот где-то, где-то, где-то вот здесь он был точно. Я помню, что вот здесь где-то кварц у нас точно должен быть. Здесь, получается, территория с литиумом. Литиум. Литиум. Но я его здесь уже везде пособирал. Вполне возможно, что он где-то... Вот, допустим, он есть. Видишь? Вот он, он есть. Но я его пока оставлю. Может быть, чтобы сканер как-то лучше его... Ну, чтобы как-то сканер на литиум лучше отреагировал. Не знаю. Ну, то есть, я буду знать, допустим, на 100%, что здесь он есть. Если, допустим, сканер его не увидит, значит, это какой-то баг. Ух ты ж, блин, как ты меня напугал. Вот откуда он взялся? Откуда? Его не было здесь только что. Откуда ты взялся, блин, чувак? Как ты меня напугал. Так. Вот здесь. Вот на вот такой вот локации я точно 100%... Прости. Я точно 100% видел... Ну, там еще один, смотри, плавает. Я видел этот кварц. Вот на вот такой вот локации. Тут что-то вообще ничего нет, слушай. Ресурса. Вот, кстати, это болотистая территория, о которой я рассказывал. Здесь где-то должны, по идее, плавать киты. Я не знаю где. Ну, что-то здесь их не видно. Ну, здесь, короче, должен быть кварц. На вот этой вот территории. Я его видел, здесь 100% он был. Но сейчас почему-то его нету. Ну, на самом деле, как-то странно тут все прорисовывалось. Вау! Какие красивые медузы! А медуз я не видел здесь, слушай. Что за фигня? Что за фигня была? Кто? Кто кричит? Кто рычит? Не, нафиг. Нафиг отсюда, не хочу я туда плыть. Не хочу я туда плыть. Я слишком безоружен и слишком медленно двигаюсь. Не, ну его нафиг. Давай все-таки продолжать искать кварц. Вон он, вон он плавает, смотри. Вон он, вон он, вон он. Видишь? Вдалеке. Это не кит. Это вот как раз-таки новый левиафан. Вон он, вон он, вон он. Здоровенный монстр. Ну, он, правда, по размерам поменьше, чем император. Но тоже здоровенный, очень страшный. Подплывать к нему, конечно же, я не буду близко, потому что, ну его нафиг. Кварц, где же ты, братишка? Надо было возле базы, наверное, пособирать. Я просто помнил 100%, что он здесь был. Поэтому я особо не это, не стал как бы заморачиваться. Но я думаю, что придется сплавать. Придется сплавать, наверное, мне, ребят, на базу. Но, в общем, я вам показал интересное существо. К сожалению, ближе я к нему подходить не планирую. Это слишком опасно. Это что такое тут у нас? Магнетит. Вот, подходить к нему близко я пока не планирую, потому что это слишком опасно. Я не знаю, на что он способен. Нужно будет загуглить, почитать по поводу этого монстра. На что он вообще способен, что он вообще делает. Может быть, он и не агрессивный. Может быть, он атакует вообще только пингвинов. Может быть, он только внешне такой страшный. Но такой добрый в душе. А почему бы и нет, да? Собственно говоря. Император, он тоже, да? Здоровенная машина. А, нет. Оказывается, добрый. Абсолютно добрый чувак. А, я, может быть, путаю с алмазом. Я, наверное, путаю с алмазом, скорее всего. Ладно. Я тогда сейчас, ребят, по-быстрому сбегаю обратно. Возьму как раз модули, потому что я их забыл. Насобираю кварц. И мы с вами вернемся, когда я уже обратно вернусь на новую базу. На самом деле, очень здорово, я считаю, делать такие вот обрезки. На видео, я имею в виду, для монтажа. Получается, вы будете смотреть только самое-самое интересное. Самые лучшие моменты игры в сабнаутику. Оп. Хорошо. Все, есть энергия. Я не знаю, хватит ли мне одной солнечной батареи, чтобы все было классно. Залазим вовнутрь. И здесь видим, что все хорошо. Активируем фабрикатор. Засовываем в него. Давай вот так попробуем сделать. Может быть, из-за этого что-то получится. Энергии пока очень мало, поэтому сканер, насколько я понимаю, пока не работает. Хотя, может быть, его нужно включить вот таким вот образом. Опа! А вот тебе, пожалуйста, и литий. Я тебя обнаружил. Наконец-таки. Наконец-таки я тебя вижу. Так, мы находимся, получается, возле острова, да? Вот он остров. Он у нас также отображается. И, наверное, я немножко не там построил базу. Вполне, вполне может быть. Ее, наверное, надо было строить не здесь, а вот где-то вот в этом вот. А что это за остров такой? Слушай, тут какой-то большой такой остров. Это, скорее всего, ну, типа, айсберг, да? Который плавает. Вон там вот есть немножко лития. Вот эти два, это, скорее всего, те, которые я видел. Они там находились буквально рядышком, да? Один находится внизу. Это здесь, наверное, где я потерпел крушение в самый первый раз. Вот. И один находится здесь, в принципе, тоже рядышком. Как-то так. Давай я еще хочу посмотреть на фрагменты. Фрагменты. А что вас так много? Откуда вас только? Ни хрена себе. Что-то мне подсказывает, что здесь фрагменты уже исследованы, да? То есть, скорее всего, это какой-то глюк. Он мне показывает почему-то... Вот здесь он почему-то не показывает ничего. Не может быть, чтобы здесь не было фрагментов. Чтобы они все были чисто вот в этой расщелине. Мне кажется, это опять же какой-то глюк. Head area. О! А что это такое? Head area. Какие-то горячие источники. Смотри, я ни фиг знает где я вообще в глубине. Не знаю, был я там или нет. А вот здесь вот тоже один есть. Я не знаю, что это такое. Какие-то горячие зоны. Соль. Давай попробуем поставить на магнетит. Магнетит тоже показывается, указывается. Здесь есть чуть-чуть, там есть чуть-чуть. У меня нету энергии. Как, блин, оно работает, если нету энергии? Ладно, тыкаем литиум. Также 4 штуки показывает. Блин, ну 4 штуки на самом деле очень мало. Я думаю, что стоит подождать утро. Темно, видишь, уже как. Надо дождаться утра. Пока у нас... Пока у нас еще темно. Я лучше... Приготовлю похавать и посплю. Так, 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 так. Давай-ка я сейчас приготовлю что-нибудь поесть, попить. Вообще бы лучше, наверное, сделать попить. Поесть, в принципе, можно. Ну, хотя давай одну, наверное, сделаем рыбку. Приготовлю три пузырька с водой. Я думаю, мне его хватит. И одну рыбку. По идее, должно быть этого достаточно. Так, далее, далее, далее. Мы пойдем вот сюда рыбу выгрузим, чтобы она здесь плавала. И сюда тоже. Вот так. Хорошо. Все, остальное мы скушаем, выпьем. И пойдем поспим. Где моя кровать? Кто видел мою кровать? Давай включим музычку. Тинц, тинц, тинц. Так. Спим ночь до утра. И идем в сканер-рум. Смотреть, что у нас там интересного. Интересно, а от того, что играет музыка, энергия вообще тратится или нет? Так. Сюда выходим. Вот я, получается, поспал. У меня не потратилась ни еда, ни вода. Это хорошо. Заходим. Энергия есть. И также только четыре литиума я обнаружил. Не больше. Если попробовать поискать кварц. Ох. Нихрена себе, сколько тут кварца. Просто оболтеть. Просто офигеть, сколько там кварца. Показывается, кстати, вот это все у меня, ребят, из-за модуля. Вот этот сканер-рум-хат-чип. Вот. Из-за него я вот это все могу сейчас видеть. Так. Все равно показывается только четыре. Только четыре. Ладненько. Давай мы тогда с тобой сейчас сплаваем в интересное страшное путешествие. Я не знаю, брать ли весь поезд. Я боюсь, что я могу его где-нибудь разбить. Где-нибудь потерять. Не, давай-ка мы, наверное, отправимся вот так вот. Налегке. Налегке-слегка. Заберем этот литиум. И, возможно, я смогу тебе поближе показать этого монстра. Потому что он как раз вот где-то в той области должен быть. К сожалению, не знаю, как он называется. Расканировать у меня его шанса никакого не было. Поэтому. Но если он сейчас здесь где-нибудь будет. А он здесь, кстати, должен быть. Вот примерно в той стороне. Вот. Я постараюсь подплыть поближе. Но вообще я думаю, что если ты следишь за разработкой этой игры. Да, и был на сайте у разработчиков. То я думаю, что ты этого монстра там обязательно видел. Большой такой монстр. Большой-большой. Шипастый и злой. Так. О, тихо-тихо. Спокойно. Акулка, ты меня трогать, я надеюсь, не будешь? Не надо меня трогать. Не надо меня кусать. Они, кстати, бьются. Бьют довольно больно. А где еще один? Вон он, еще один. Вон он, вон он. Я помню, здесь был один литий, который я не мог взять. Он был какой-то забагованный. Так. Ну да, вот. Видишь, это вот как раз-таки в той яме. О, какой-то здоровенный кратер. Нифига себе. Тут еще есть такие большие. Тихо-тихо, не взрывайся. Тут еще, оказывается, есть вот такие здоровенные. Жесть. Ну, это уже какая-то новенькая особенность. Это уже новенькая особенность. Этого в первой части, насколько ты помнишь, не было. Здесь еще плавал император. Его почему-то тоже здесь сейчас нет. Вообще, мне кажется, что он какой-то забагованный. И он появляется только тогда, когда ты находишься возле него. Сейчас его здесь почему-то нет. Ладно, может быть, он все-таки имеет свойство к телепортации. Я фиг знает, ребят. Я фиг знает. Покажу вам сейчас этого монстра здоровенного. Если я его смогу увидеть. Вообще, он плавал где-то в той стороне. Вот он, вот он. Смотри, он... Он... Кто атакует? Он атакует тигровую акулу. Опа. Литиум. Появился из ниоткуда. Офигеть. Видел, видел, да? Он атаковал тигровую акулу. То есть, он, получается, атакует вообще всех. Кого угодно. Ну, это баг. Это по-любому. Смотри, смотри. Он его жрет. Офигеть. Видишь, то есть, он как бы не особо такой страшный. Ну, лично мне был жнец гораздо страшнее, чем вот этот вот. Этот больше похож на такую, знаешь, типа гигантскую рыбину. То есть, он выглядит именно как рыба. Единственное, что у него морда похожа как у пингвинов. То есть, она раскрывается как цветок. Очень страшная такая морда у него. Повернись. О, смотри, смотри, смотри. Он их жрет. Офигеть. Офигенно. Так вот, знаешь, как типа полу какой-то дельфин. Полу непонятно вообще кто. Ладно, валим, валим, валим. Еще. Еще появился литиум в огромном, в огромном количестве. А почему? Ёлы-палы. Вот это он арет. Слушай. Причем он орет еще так сильно, что ты не понимаешь откуда его. Откуда его этот крик вообще идет. Но это может быть пофиксят. Может быть его будет слышно нормально. Литиум в принципе я нашел. Я думаю, что мне ох, ох, хорошо, хорошо. Прям так литиум. А вон там еще чуть-чуть есть. Давай тоже. Ой, нет. Туда лучше. Туда лучше на грузовичке. Доплыть. Вот. Еще с прошлого выпуска я тебе его хотел показать. Но видишь, он не появлялся там, где я был. Но вот сейчас я тебе его показал. И я доволен. Я доволен. Вот, смотря, вот эти. Почему-то уйди от меня. Ух, ни хренаси, сколько тут. Офигеть, сколько тут литиума. Ёлы-палы-мателялы. Откуда его здесь столько? Почему его не берет сканер? Почему сканер их не сканирует? Видишь, оказывается, тот сканер, который у меня был на главной базе, он скорее всего, все это тоже мог просканировать. Но, видимо, из-за какого-то бага, я думаю, он почему-то весь этот литий тупо не видел. Тик, тык, тык. Тик. Все хорошо. Вот, теперь можно со спокойной душой сваливать. Литий я набрал. Это было самое важное мне сейчас. Самый важный, по сути, ресурс. Самый ценный для меня на сегодняшний день. Потому что все остальное, в принципе, я уже добыл. Единственное, что я бы еще пособирал золото. Так как золото у меня тоже почему-то уже все пропало куда-то. Его нету. Вот. Ну и также небольшие проблемы со сканером. Может быть, нужно дольше времени. Может быть, он как-то не сразу анализирует. Может быть, если ему поставить более крутые модули. Там есть модуль, получается, на скорость анализирования. Но я думал, что он просто будет немножко по-другому работать. Короче, странно как-то, ребята, работает сканер. Очень странно. Попробую сейчас. Попробую сейчас поставить кое-что другое туда. Посмотреть, что из этого получится. Паркуемся. Сейчас я поскидываю немножко ресов. Чтобы, ну, как бы, освободить на всякий случай место. О, сколько литийума. Обалденно. Обалденно. Вот это я называю хороший улов. Так. Модуль. Модуль есть, да, у меня этот. Давай-ка мы сейчас с тобой сходим. Я попробую еще там немножко посканировать. Может быть, что-то из этого получится. Так. Почему-то показывает, что литийум у нас только 4. Но его там было явно больше. Значит, мы втыкаем вот сюда. Вот так вот мы делаем. Вот смотри, если пол... Э! Какие-то, какие-то явные проблемы с энергией. Может быть, действительно просто не хватает энергии, чтобы все это дело просканировать. Ну-ка, ну-ка, давай-ка я сейчас сделаю еще один... Еще одну солнечную батарею я сюда сейчас воткну. В принципе, ресурсов мне должно хватить на еще одну батарею. Да. По ресурсам все отлично. То есть, можно попробовать поставить еще одну. Где-нибудь... Где-нибудь где? Где-нибудь где? Давай вот здесь где-нибудь сделаем ее. Вот так вот. Теперь энергия должна быть в норме. Как я думаю. Насколько я думаю. По идее. 31, 32, 33, 150 будет максимум. Ну, то, что 36 уже есть, это и уже типа хорошо. Вот, смотри. Энергией, спид, сканер, рум. Вот, то есть, получается, увеличивает скорость сканирования. Вот я поставил таких модуля 2. Я не знаю... Насколько он теперь будет сканировать. Но он, по идее, должен показывать сразу. То есть, вот эту всю область он уже якобы просканировал. Но почему-то не находит там ресурсы. Может быть, он видит только те ресурсы, которые я увидел взглядом. Но я там был. Я там плавал уже. Там, где был, я имею в виду, вот этот литий. Это странно. Это очень и очень странно. Энергия заканчивается. Так. Кварц. Соль. Титан. Не особо мне нравится вот эта тема с фрагментами. Явно здесь уже половина мной залутана. А может быть и нет. А может быть и не залутана. Вот здесь вот есть два. Крайних. Но я, скорее всего, здесь собирал. То есть, в принципе, все, что валяется здесь, это я уже все изучил. Вот. Единственное, что вот здесь вот тоже, скорее всего, какие-то фрагменты должны быть. Но я почему-то там плохо вижу. Почему-то здесь прям огромная такая территория. А там почему-то нет. Странно. Странно почему. Давай-ка я, наверное, сплаваю вот сюда. Посмотрю, что вот это за два таких крайних фрагмента, которые находятся прям рядышком со мной. Интересно посмотреть, что это. Может быть, это снайперский... Ой, не снайперская винтовка. Господи. Короче, вот эта штука. Где она? Я ее так и не открыл. Вот она. Стазис... Стазис Рифл. Райфл. Рифл Рафл. Не знаю, как правильно. Это где-то должно быть... Это где-то должно быть прям рядышком. Да? То есть два фрагмента должны быть прям где-то рядышком. Какие из них, я не знаю. Так, вот здесь что-то, смотри, есть. Что это такое у нас здесь? Похоже, кстати, именно на то, что я искал. Да, вот она, смотри. Давай возьмем сканер. Его, по-моему, нужно мне зарядить. Он, по-моему, не заряд... Да, блин. Инвентарь открой, пожалуйста. По-моему, он не заряженный. 7% всего лишь. Ням-ням-ням-ням-ням. Надо откуда-то батарейку вытащить. Вот так. Так. Есть контакт. Все. New blueprint acquired. Где-то два фрагмента должны лежать прям рядом. Друг с другом. Я не пойму... Я не пойму, где и какие. Вон там, смотри, тоже какой-то такой отдаленный фрагмент. Он лежит довольно далеко. Может быть, это что-то интересное. Здесь целых два, видимо, они и отображались, да? Они у меня есть. Магни... Чё? Магнетит? А почему он подсвечивается? Все? Ну все. Типа в той стороне больше ничего нету. А почему подсвечивается магнетит? Скажи, пожалуйста. Я же выставил, чтобы у меня подсвечивались фрагменты, а не магнетит. What the fuck? Игра. Что ты делаешь? Зачем ты мне подсвечиваешь не то? Вот он, грабик бегает. Но, конечно, к нему лучше не подходить. Он так-то, в принципе, безобиден, да? Но ты когда к нему подходишь, он тебя начинает атаковать. Просканировать его тоже не получится. Ну такое. Вот, в принципе, я думаю, что, ребят, на сегодняшний выпуск, наверное, все. И я уже буду точно ждать обновления, потому что я сделал все, что я хотел. Вот буквально все. Я полностью скрафтил грузовик. Я построил второй сканер рум. Не знаю, поймал рыб, сделал аквариум, нашел яйца. Вообще все сделал, что можно было, наверное, на сегодняшний день. В сабнаутике. Посмотрел абсолютно на весь контент. Да, я не посмотрел, допустим, на вот эту винтовку. Но ее я видел, получается, в первой части. Вот эту штуку я тоже видел в первой части. Вот эту штуку я видел в первой части. Поэтому для меня это не открытие. А сделать сноуфокса? Ну, я пока не хочу, потому что на нем, по сути, негде ездить. Вот, то есть я бы хотел сделать все-таки что-нибудь интересное. И тогда уже делать сноуфокса. Здесь нужен лубрикант. И, ну, типа такое. Я думаю, что вряд ли я с ним смогу что-то интересное открыть. Поэтому я его оставлю лучше на потом, на следующие выпуски. Не забываем подписываться, ставить лайки. С вами был Коровит. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok